Здание, вызывающее резонанс. Так можно назвать этот дом на пересечении улицы Карла Маркса и пограничного переулка. Постройка 1910 года может быть уничтожена. Сочли представители общественности и отчасти из-за волнения за судьбу этого здания создали общество Архдозор. Такие темы возникают буквально каждый день. Один из последних вопросов был связан с созданием в стиле модерн, редкий очень для Иванова стиль, арнуво. И это здание находится на станционной, там был военкомат. И на сегодняшний момент судьба этого здания не ясна. То есть его могут снести, могут его как-то капитально реконструировать так, что оно потеряет свой облик. Ну вот этот вопрос, он как-то, мне кажется, был толчком. У городских властей был проект расширения развязки на станционной. Под снос или реконструкцию попадал и этот дом. В 1910 году здание построил архитектор Снурилов. Во внешнем облике дома он сочетал элементы модерна и неоклассицизма, растительные орнаменты, пропорциональность, объемы и решетки необычной формы, разные стили слиты воедино. Владелец Василий Катков сделал в здании трактир. Через несколько лет следующий собственник Павел Кузнецов здесь же создал ресторан. И назвал его «Вена». Там, в общем-то, было такое достаточно интересное, интересное такое сочетание, с одной стороны, недорогих блюд, как блины, ну с икрой, правда, не знаю уж насколько, на зажиточных людей было рассчитано. И колониальные продукты, вины. Ну, в общем, народ там любил бывать, так как это питейное заведение было практически единственным в Троицкой свободе. Последние десятилетия здесь был военкомат. Здание сейчас находится в весьма потрепанном виде. Чтобы его сохранить, нужна была экспертиза по подтверждению статуса вновь выявленного объекта культурного наследия. Провел ее краевед Александр Тихомиров. Объект, во-первых, уникальный, в городе ничего похожего нет по такой типологии. Во-вторых, модерн вообще не предусматривает понятие типового решения. То есть, каждое здание эпохи модерна, оно уникально. И сохранность очень хорошая. Все сохранились, вплоть до решеток. Решетки вообще уникальные, таких даже нигде, по-моему, даже в области-то нет. Предметом охраны станут только две стены здания. Остальные фасады были пристроены в советское время и культурные ценности не представляют. После того, как акт экспертизы будет внесен в департамент, соответственно, мы запустим процедуру по принятию распоряжения правительства Ивановской области о включении данного объекта в единый государственный реестр. Александр Семененко одновременно краевед и чиновник. По его мнению, допустить снос еще одного исторического объекта нельзя. Это здание надо просто сберечь и привести тот вид, в котором оно должно находиться. Не тот, который кому-то хочется или кто-то хочет его переделать. Но здесь надо, конечно, государственным органам, которые имеют на это полномочия, и собственникам эти вопросы решать. У меня нет данных, что это здание хотят сносить. И думаю, что вот эти вот все нехорошие резонансные истории, ну, хорошие послужили уроком для тех, кто хочет там что-то снести. Сейчас, когда здание под охраной Департамента культуры практически неприкосновенно, остается выяснить, кто собственник и кому, соответственно, на плечи упадет бремя реставрации. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.